всем привет рад вас приветствовать на своем канале сегодня где-то пятый может шестой может седьмой день я уже перестал считать с момента установки насоса нового который в сумме мы посчитали выдает на 15 кубов с учетом всех перепадов по высоте всех потерь вот бы еле-еле видно там сантиметров 20-30 ниже воды он малек плавает 8 20-30 сантиметров на глубине плавает вода сама по себе вот толще воды она прозрачная без взвесе то есть стакан из налить вообще нет здесь а вот зеленка в таком состоянии собственно вот этот мешочек на 150 микрон который фильтр тонкой очистки прекрасно справляется очень много грязи задерживает а вот видно грязю когда то есть к нему вопросов нету после него выходит чистая вода и как бы в пруду чистая вода там сетка до 80 микрон собирает прям вот каждый суд и каждый день по горсти грязи идет у меня забор за со дна и от насоса идет еще шланг на скиммер то есть с поверхности еще забирает всю грязь затягивает собственно такие вот водные стоит у меня озонатор до который подает так оттуда вытекает вода вот сюда он подает озон так идет да я уже много раз показывал на квотруб он перемешивается перемешивается и собственно когда он доходит до сюда особо запаха нету то есть я спокойно здесь нахожусь и там слабый слабый запах озона но не озона свежести какой-то появляется то есть озона запаха как такового нет в прошлом видео меня здесь диск аэрационы да и от него я сделал перемычку там на ну на камушке вот на такие вот да и и раскидал камушки он по той стороне по дальней ну что я могу сказать скорее всего не работает скорее всего давление хватает только чтоб сюда кинуть до на этот диск но как будто кисе смотреть вода у здесь почище стало может быть она там потихонечку булькает да но это незаметно с точки зрения как так сказать чтобы барботировалась или я видел пузырьки то есть я не вижу можешь как-то очень мелкая она успевает сосаться вот чуть-чуть изменил здесь конструкцию да возможно даже усилился напор как-то вот так все булькает перемешивается здесь все нормально без загрузка в рабочем таком состоянии вот местами уже начинает желтеть вот внутри вида тоже там заселяются бактерии надеемся здесь все нормально здесь аэрация мощная все как надо фильтрация тонкая ультра тонкая то есть здесь тоже тонкая заказу еще два мешочка таких вот по 300 по 300 как называют так децибел блин по 300 микрон 150 150 и я кинул вот сюда а 300 микрон я сделаю сюда и вот сюда ну это я конечно трубу уберу скорее всего а может оставлю еще не решил вот чтобы когда перелив идет здесь она фильтровалась через 300 и там чтобы ну если через 300 будет как бы ну никакого результата то дело в ультрафиолете хотя я сейчас уже примерно понимаю то что дело в ультрафиолете вот что ну вода чистая блин хрен знает ладно даже никаких пылинок нету на воде вот она чистая но но она зеленая она зараза зеленая и поможет нам не чувствую да только ультрафиолет потому что насос делает свое дело делает очень хорошо погоняет очень большой объем то есть 15 кубов часом получается он за час прогоняет полтора объема моего пруда у меня все в системе 10 кубов а он 15 прогоняет то есть это за сутки он сколько прогоняет хреново туч в кубов сколько это 24 куба и плюс половинка 36 кубов за сутки прогоняет мой 360 кубов за сутки 15 кубов если умножить на 24 часа до 360 кубов получается прогоняет вам я про все 10 то есть здесь как бы я даже не знаю с такими цифрами что-то идет не так плюс у меня за нато работает озонатор когда разлагается да вот этого три на о2 это чистый кислород по 2 то есть я уверен здесь кислорода зашкаливает то есть в пруду у меня конечно померить но уверен и вот такая шняга наверное да потребуется только ультрафиолет ставить это последнее что может нам помочь я думаю и и и и здесь еще несколько факторов во-первых у меня теплица на умеет круглый день солнце у меня ничего не загораживает у меня все время здесь солнце сюда падает со всех сторон с раннего утра и до позднего вечера на то есть солнце очень много для растений микрозелени это самое то плюс здесь теплая вода здесь ниже 20 там не на 6 она не опускается сейчас уже вот сегодня было жарко до до тридцатки нагрелась то есть это 2 но вот этого 2 должна компенсировать моё узел и потому что чем выше температура до 32 градусов до тем лучше бактерии вот это все разлагают все вот эти химические соединения то есть есть такой спорный момент ну и конечно рыбы здесь ну достаточно относительно много и кушает она вдоволь сколько хочешь только и кушает принципе ей никто и не это в объемах поедание еды не ограничивает поэтому такие вот у меня дела сегодня такой мысли вслух ролик до обсуждения разговоры что как делать конечно да вот вода чище стала рыбу видно то есть даже вот сейчас вот малеку плывет где-то 30 сантиметров под водой вот там белое пятно это тоже это карпко и он уже там 40 сантиметров ниже воды эффект есть однозначно особенно с этим мешочком до сеткой так вообще нет вопросов но что-то вот нам мешает может еще до сих пор вот эта биозагрузка которая грязная да с неё там несколько ведер вот этого корма комбикорма который там застрял жгушная и не промывал может и это еще влияет может она до сих пор еще не разложилась не не распалась не очистилась и так далее тоже может быть но как бы вот такие вот дела однозначно как бы механическая очистка но самое важное до чтобы не было взвесе но как-то я не понимаю потому что вот у меня когда все я привожу свой пример с тем пересадником где вот у меня рыба сидела на пока готовил этот пруд там меньше куба там 700 было 700 700 литров где-то до емкость и там у меня стоял тот насос ну да даже если 3 куба 3 куба даже если там ну тонну взять до чтобы одна соразмерно брать тот насос бы качал 3 куба в час это 60 72 куба в сутки до 72 куба а здесь 360 кубов но в 10 раз больше объем то есть 36 36 а ну получается да там хорошее размышления вслух на самом деле то есть там получается 72 куба 72 куба на тонну в сутки до 72 а здесь 36 то есть два раза меньше протока вот поэтому там и кристально чистая вода была там не было ни компрессора там были только колготки на выходе вот из бочки кто может кто хотите посмотрите видео там только из бочки вот колготки были все и сверху железная эта сетка там пол сантиметра на пол сантиметра которая нихрена ничего не собирала бесполезная было и коврики которые ну какая рацию делали и все а там воды рыбы столько же было вот значит соответственно мы можем сделать вывод что дело в объеме протекающей воды вот и решили уравнение там не было ни озонатора не компрессора ничего не было вот такого вот я загрузка была она настоящая была то есть ее специально руками тормошил чтобы потом колготки грязь слилась и все это она остановилась в ящике вода мутная и через там к вечеру уже она опять очищалась вот так что я думаю мы примерно нашли их их в чем проблема эта проблема в объеме протекающей воды кстати кто знает о каким нормам для озв для плотной посадки дал должен быть вот этот ежи как ежесуточный прогон воды через фильтр в каком объеме подскажите напишите буду очень признателен так что так по планам я сказал то что я вот такие вот мешочки на 300 микрон закажу две штуки чтобы уж максимально тонко очищала а этот я поставлю туда наверх и надеюсь да будет счастье вот малек активизировался можно посмотреть плавает очень активный там вот где мешочек да там себе загрузки когда сливается вода там видать вот эти маленькие красные червячки как это называется мотыль наверно вот и они там тусят его постоянно через сетку он там видать проползает уже совсем маленький там образуется они а там его все время дергают за время там тусят и обгладывают этот пакетик ну так что вот такими новостями я хотел поделиться вон они тусят такими новостями хотел поделиться рассказать посоветовался с вами ну и чем можно пару минут посмотреть как рыбка плавает конечно это не издоровики до большие там по полметра карпы кои азонатор включился небольшие карпы кои но все же маленькие тоже прикольные шустренькие некоторые шустренькие некоторые медленные у всех свой характер свое поведение любят вот стоять возле берега обсасывать берега прямо им это очень нравится так очень хорошо видно вот когда на поверхности там сантиметров 5 10 прекрасно видно ее особенно малька больших то я про больших вообще ничего не говорю про малька большие когда вы плавает красавцы мы будем стремиться к тому чтобы все очистилась и мы наблюдали красный стоит ждет чтобы мы наблюдали за рыбкой ладно не буду затягивать видео и так получилось довольно долгое мои мысли вслух если есть чем поделиться обязательно напишите в комментариях мне очень приятно читать ваши комментарии ваши предложения вот конечно я на днях съезжу куплю известием и так посчитали 300 грамм не нужно извести на мой объем кину может действительно она поможет зеленку убрать и не дал и она не будет успевать новое появляться то есть мы это сделаем допустим и все и может для поддержания только иногда подкидывать может это и есть решение проблемы тоже как вариант пошли не замерял не паш ничего воды там содержание кислорода тоже ничего забирал можно кстати попробовать денег накоплю или вы поможете мне накопить денег пошли иногда от вас приходят и маленькие суммы и большие суммы очень приятная я все вкладываю в дело пытаюсь это все усовершенствовать ну что увидимся в новых видео обязательно подпишитесь поставьте лайк оставьте свой хороший комментарий всем пока